Приветствую всех! В ремонт поступил сварочный аппарат Корунд-220. Уже провел его диагностику и в диагностике была выявлена неисправность блока питания аппарата. Сразу скажу, что поломка достаточно нетипичная для этого аппарата и в ходе осмотра обнаружился такой дефект производителя, как в принципе неприпаянная микросхема. Начал с осмотра микросхемы блока питания и как можно видеть левая часть ножек она выступает за границей платы, то есть пропаяна нормально, а с этой стороны три лапы, они в принципе видно только припой, но торчащих ножек из платы мы не видим. Далее отогнул герметик, я в принципе увидел действительно то, что увидел, то есть вот она микросхема и она реально не припаяна вообще никак, то есть с одной стороны она просто болтается, ходуном вся ходит и лапки в нее просто висели в воздухе. Забыл упомянуть, что аппарат гарантийный, ремонт уже согласован с производителем и сейчас нам нужно будет снять полностью герметик с микросхемы, это я сделаю за кадром и в дальнейшем приступим к выпаиванию данной микросхемы. Но перед этим нам необходимо замерить индуктивность трансформатора блока питания, чтобы убедиться, что данный трансформатор живой и первичная обмотка его не повреждена. И как можно видеть по прибору индуктивность первичной обмотки составляет 1638 микрогенри. Это нормальная индуктивность, трансформатор у нас живой, поэтому будем менять только микросхему в данном аппарате. Удалил я частичный герметик с микросхемой, и теперь приступим к ее выпаиванию. Далее нам нужно будет удалить припой из отверстий. Удалили припой, теперь очистим следы нагара и следы старого лака. Также частично удалим герметик, остатки герметика. Далее проверим обвязку. В принципе на первый взгляд вроде все живо. И сейчас будем устанавливать новую микросхему. Напомню, что микросхема это ЛНК 626 в корпусе ДИП. Произведем пайку данной микросхемы. Зачистим от следов пайки. И теперь в принципе можно уже приступать к когнему пуску аппарата. Запускать будем через латер на дополнительное напряжение. И начнем где-то со 100 вольт. Включаем аппарат для пробного пуска. Аппарат у нас запустился и необходимо произвести замер напряжения. Допустим, на вентиляторе должно быть 24 вольта. Как мы видим 25,4 вольта. Нормальное напряжение. Померяем нагрев микросхемы. Мы видим нагрев соответствует 41 градусу. Это нормальная температура. И давайте будем пробовать аппарат подключить к нагрузке. Подключили аппарат к балластному реостату. Подключили токовые клещи и вольтметр. Напряжение на холостом ходу 68 вольт. Сварочный ток в аппарате установлен в максимальное положение. И теперь замыкаем цепь и смотрим, какой сварочный ток аппарат выдаст в максимальном положении. Итак, мы видим, что при напряжении на вольтметре 25 вольт сварочный ток аппарата составляет 124-125 ампер. Это его максимальное значение. Далее мне остается покрыть аппарат лаком. Сделаю это уже за кадром и покажу уже готовый результат. Покрыл замененные узлы защитным лаком. Лак пластик 71. И в данный момент замененные узлы выглядят вот таким образом. И с обратной стороны. И теперь, чтобы ни у кого не возникало вопросов, почему аппарат выдает 120 ампер за место заявленных производителем 220, давайте рассмотрим беглую его конструкцию. Начнем со входа. По входу установлена клавиша включения. Далее идет диодный мост. Диодный мост установлен на 35 ампер. Далее стоят 4 конденсатора входного фильтра по 220 микрофарад. То есть суммарная емкость не дотягивает даже до 1000. И из этого сразу становится понятно, что данный аппарат приблизительно на 120 ампер. Потому что в аппаратах на 160 ампер суммарная емкость, ну как минимум, составляет обычно 1300 в районе 1300. Чуть касаемо транзисторов. Здесь установлены транзисторы 40N60 в количестве две штуки, каждый на отдельном радиаторе. Аппарат работает по схемотехнике полумост. Далее стоит силовой терроидальный трансформатор. Кстати, достаточно больших габаритов. Далее за выход отвечают, выпрямление сварочного тока отвечают выходные диодные сборки, в которых установлено здесь две штуки по 60 ампер каждая. Это еще раз к тому, что аппарат рассчитан на сварочный ток 120 ампер. За контроль выходного тока отвечает шунт. Блок питания, как я уже говорил, использует микросхему ЛНК-626. И микросхема ШИМ-контроллера – это SG3525. Выходной дроссель на аппарате отсутствует. Ну а на этом ремонт аппарата можно считать завершенным. Напомню, что аппарат гарантийный по гарантии производителя. И срок его ремонта составил два рабочих дня. На этом у меня все. Спасибо за просмотр.